Так, у нас пошел дождь. По проселочным дорогам к умовям гостям. Так, почти доехали. Ой-ой. А где останавливаться? Красный забор. Справа. Да. Ну и отойти до сковородки. До справедливости. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвоним. Здравствуйте. Привет. Как там? Николай Николаевич? Здравствуйте. Здравствуйте. Воскрой дверь. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. 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 Христос воскрес. Спасибо. И вам. Всего-всего. Так, это свечевая. Воскрес. А дай-ка она выложит. Да. И ты снимай. Как ли там что подошло? Что? Уже? Да. Да. Воскрес. Да. Воскрес. 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 О, какая красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскрес. Воскрес. Так. Да, Кися. Что? Я же говорю Кися. Что? Пять минут. Что? Ну подожди. Надо этот. Штатив принеси. Да. Одну камеру возьми и штатив. А, включаем, да? Так. Вот это Серожа. Вы уже познакомились, да? Нет, еще не знакомились. Нет, еще не знакомились. Добрый день. Это Серожа наш. Сегодня будем готовить куспель-секло. Да. Только еще потом будешь рассказывать еще на одну камеру. Да. Это будет одно видео, а будет еще другое видео. Так, это у нас что, баранина, да? Это, обязательно. Баранина у нас. Это мясо, чистое мясо, кости и сало. Сало. Сало, да. Все равно она не кушается, она ее золотой. Это все понятно. Здравствуйте, Христос Воскрес. Я не фотоэпичный. Я не фотоэпичный. Нормально. Так же, как и все. Нормально. Я хочу попробовать сделать плов без масла подсолнечного. В основном делается как. На это количество ингредиентов нужно порядка 200-300 грамм масла. Ну, по разному. Я хочу это все заменить жиром. Да. Есть настоящий именно их плов узбекский. Ну, это на любителя. Во-первых, там идет у нас, добавляется еще кунжут. Короче, куча разных приправ, специй, которые мы, наши организмы, не привыкли есть. Я его пробовал сделать, он слабкий получается. Для того, чтобы эту сладость перебить, его надо делать острым. Острым ты его не поешь. То есть, это их национальное блюдо. То есть, ну, там оно очень своеобразное. И я вывел для себя именно свой плов. Я хотел сделать, тоже смотрел, ошейки варили целыми кусками. Ну, сегодня с утра передумал немножко. И начал просто как бы добывать с этих ошейков, с нарезанных, добывать мясо. Как бы добыл, сало добыл, все. Ну, сделал как бы так. В общем, чтобы мясо было не на кости, а отдельно. Да, да, да. Можно было на кости, но я хочу попробовать так. Так, в чем мы будем это все чудо-юдо готовить? В казане. В казанке. Казан. Казан уже нагрелся. Можно бросать и нажаривать мясо. Почему в казане настоящий плов получается? Потому что на плите не сделаешь достаточной температуры для того, чтобы правильно прожарить баранину. Это можно только сделать на костре. На, именно на интенсивном, на интенсивном объеме. Тогда она, получается, когда ты ей быстро даешь стресс, она жаривается в себя, сама в себя и сок остается в мясе. Мясо не дает воду, не выделяя плаву. Я хочу чисто попробовать все это сделать на баранину. Чтобы по шее сильно получился жирный. И хочу попробовать без масла. Потому что многие говорят, правильно это сделать без масла. Чисто на жирный было. Да, да, да. А где его пиццер? Сделаем его. Вон, есть уже плита есть. Я буду делать плиту. На улице. Надо делать плиту, а делать так самым. Как он называется? Барбекю. Мама, я вас хочу огорчить. Я нашел кардан, тот, что мне надо. Стоит он 1200 рублей. Что ты делаешь? Именно это плово. А там у нас прячется моя кума со своей дотей. Кума Света Ира. Пополам. Хорошо. 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 У нас такой процесс интересный. В общем, звонишь, теща плов. Хорошо. Для узбека вот этот процесс не очень любит. Мешание. Не этого. Жарение короче красава. Потом жаривается. Потом. Давайте уже потом. Не забудет. Мы жарим эти шкварки. У них есть это. Но это когда с мещением там. И по-любому пока это дальше сожарится. По шкварочке. По соли. Как у нас было 50 грамм под шкварочки? Ну так давайте я пожарю шкварочки. Можно? А под шкварочки приготовим. А, они потому что шкварки едят? Да. Все едят шкварки. Оно выжаривается. Вот шкварь. Я думала пока жарят. Это шкварочки. Это по 50 грамм. Она тут когда мясо потом вращается. Она тушится. С мясом протушивается немножко. А потом уже варится. И на самом вот этот бульон взрывач. Не, ну в этом деле я так. Я на огне. Я мастер на огне. Ну вернее на плите готовить. А на огне пока мясе еще как-то не дошло. Я столько испортил риса, столько всего. Я тоже пробовал. Я запаренный пробовал. Я круглый пробовал. Ну я как-то нарвался на... Покупали Ире эти. Ну сладости такие. Посмотрю, у него мешочек такой. И рис. А я говорю, сколько риса? Он говорит, ну, 80 грамм. Такая цена колется. Знаешь, я понимаю, что там намного дешевле рис. Но и его цена не меняется. Постоянно одна цена. И как бы этот рис, который просто нельзя испортить. Но он специальный. Ты его не можешь ни доварить, ни переварить. Он чисто изний. Он приходит в таких мешочках по 10 килограмм. Таких матерчатых. В мешочках. Закрытие. Такой этим. Собачка такая. С этим. Молнией. Да, с молнией. Все закрыто. И вот он это. Ты знаешь, надо для хорошего холода. Надо себе узбека друга завести. Ахахаха. Привоз с тем вот так. И в гости. Да. Самый лучший узбекский друг это Ютюб. Ну. Ты всего насмотришь так. Понятно. Те говорят так. И так. Вот именно. Выводишь. Я только смотрел. Сколько мнений. Много мнений. Но на всем этом фоне я вывел именно свой плов. Который я хочу. Вот смотри. Сними как оно получается. Но всегда я делаю. Да. Всегда. Всегда. Я делаю. Я каждый раз делаю по-разному. Много. У меня нет такого. Но как бы я сужаю это. Угу. Сужаю там до минимума. Не то что там глобально. Ну понятно. Там грубо говоря сразу рис пожарил. Потом кинул морковку. Потом мясо. Ну вот так. Нет. Делается все это. Но немножко добавляю. Ты выводишь идеальную формулу. Идеальную. Да. Да. Я хочу сделать тот рис. Который там. У меня ни разу не получалось. Мое видео. Видео. Раз. Раз. Вот такой. Хотелось бы такой попробовать. А сейчас посмотрим что у тебя получится. Вот смотри сколько. Видишь. Масло дало. Все. Я лею или не буду. А подожди. Мам. А Костик. Гляньте. Две собаки во дворе у меня голодные. Не волнуйся. Надо же Костик пожарить. Да. Слушай. Дорогой. Я тебе позавтра рада ваш кухню. Костик. Ты что им не скоррел? Мама. У меня идет процесс. Вот что значит женщина на кухне. Да. Пришла мама и разобралась. Да. Я холодец сварила. Вообще классно получится. Я смотрю мы вообще будем без аллея. Пока. Это первый раз у меня такое кстати. Вот это потому что я пришла. Сережа. Да я просто немного сала пил. Жирная была и много вырезала вот этого. И Том там еще такая жменя большая с котом осталась. Не хотят правду. Надо люди разговиться. Подождите. Сережа сказал пока не выжарится сало. Никто никуда не идет. Понимаешь. Сейчас будешь шкварки. Вон снимаешь шкварки. Знаете какие красавицы растут. Я уже снял. Я уже снял. Я уже снял. Водичку. Нет. Вино есть. Нет. 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 Я охерее. Да. То же самое что и я. Снимаю. Я ему поддержку. Ты приготовил что ты его будешь снимать то. Какой старелый штук. А куда блин снимать. Командир пришел. Ты приготовил право. Нет. Самый главный командир манужер. Так, я соблюсь, уже кидай, бегом туда кидай уже мясо. Так, в принципе, я думаю, можно вытягивать, да? Давай бегом. Дай, дай. О, о, а вы боялись. Уже вода. А мы боялись. Оля, это меня. Оля, это проекает свет. Так, пошли шкварочки. Как только они дошли очень-очень золотистого света. Вот, видишь, они такие золотистые стали. Сразу же их вычат. Они убираются. И у нас очень даже достаточно прогрелось масло. Сейчас мы будем бросать кости, прожаривать кости. Они будут вариться до зирвака. Зирваком тоже будут кости нас вариться. Потом перед рисом я хочу их убрать. Чтобы у нас с рисом варилось чистое мясо. Бросаем кости. Бросаем кости. Немножко дали от такого прожарку. Бросаем кости. Бросаем кости. Бросаем кости. Сейчас вот оно. Подождите. А, не уступит. Ну ладно, давай. Покажи какой прожарка. Несколько приходов, чтобы получили прожарку. Вообще оливье нужно. Смотрите, сколько там жира. Бедный жирный баран. Или копыта показывает на рыбе. Голму показывает Ашу. Баран. Сколько мы его готовим? Жарим, пока оно прожарится. Более-менее оно должно нормально прожариться. Когда нормально прожарится мясо, оно не готово. Потом бросается в него вся морковка. Оно тушится с морковкой. Потом уже это все заливается водой и варится зирвак. Зирвак это бульон. Все их блюда, дым лома, шурпа, до зирвака все одинаково. Потом уже набор идет разный. Там начинается добавлять капусту, картошку. Или в нашей ситуации мы рис добавляем. Это плов. Дальше это варится. Больше воды добавляется. Добавляется капуста, картошка. Это получается уже у нас шурпа. Дым лома. Это вообще одна картошка. По-разному это все по-разному варится. Но все, до зирвака практически все идет одинаково. Мясо хорошее, шейк. Угл. Уgrund на неделю — обiertое пищевую варится. Это воды варится. Дым лом. Угл. Угл. Апл. Угл. 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 Что ж, угл. 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 Я вам помню, Владимир Владимирович. 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 Она сливается со всем колоритом Азии, с бараниной, с рисом, она пропадает. Если кто-то не любит морковку, то забудьте. Это блюдо для вас. Единственное, которое можно придумать. Все, заливаем в блюдо. Сейчас будем делать бирвак. И сколько там воды? Ну, я тебе хочу сказать, что я влил где-то 800 кг. Может даже 1,5 литра. Сейчас подкидываем. Мы должны температуру держать до риса. Пока не бросим рис. Потом уже там начинается она ступеньками сбиваться. Вплоть до вообще практически одного горячего мангала. Есть? Да. Я бросаю перец. Потом просто его, главное, перед употреблением плова, главное не раскусить. Потому что он сильно даст активный вкус на перцах. Это капец какой-то был. Вот, это варится зирвак. Я хочу попробовать сделать самый настоящий плов. Именно их. Узбекский, самаркандский. Как это надо конкретный рецепт знать? Не, не, не. Рецепт одинаковый. Просто тут я с Колей говорил, рассказывал. Это берется, вот эта масса жарится, да? Вот это. Потом кидается сверху морковка, пропаривается. Ну, в принципе, ты так и сделаешь. Он не трогается. Не перемешивается. А, слоями он так и идет. Ты больше его не трогаешь. Бросается морковка, ты ее не трогаешь. Вот сейчас, сейчас варится зирвак. Да, я вижу, что надо немножко воды добавить. Ну, можно не добавлять. Воды можно добавить после того, как я бросаю риск. Вот, смотри. Вот, смотри, видишь? У нас практически сейчас работает, пропаривается морковка. Вот это все. Это зирвак. Вот этот бульон. Он не, он не, он, в данный момент он очень концентрированный. Вообще, сам бульон зирвак, он такой, как бульон. Соль ты когда добавляешь? Кого? Соль. Соль? Да. Когда рис уже бросишь или сейчас уже, или как? Я думаю, мы сейчас уже будем добавлять. Перед рисом. Соль добавлять. Ты, в принципе, делаешь на глаз, можно так сказать, да? Я, я его солю. Вот. Я его солю хорошо. Ну, то есть, не, солю, как, ну, как ты, ну, вот ты бульон варишь, там, или больше варишь. Как ты посолила? Он нормальный. Все. И сверху пересаливают. Специально. Ну, для того, чтобы мясо, соль вобрало от себя, да, я так понимаю? Не мясо. А потом еще рис. Мясо будет вбирать от себя рис. Соль будет вбирать рис, понятно. Да, да. Мясо уж тоже сейчас надо взять в себя соль. Конечно. Я пересаливаю. Я пересаливаю. Я пересаливаю. Ну, фактически где-то 3 ложки ты положил, я так смотрю. По своим, там, щепоткам. Щепотки такие большие. Где-то 3 ложки примерно положил. Не, ну, мне же более-менее надо людям объяснить. А то сейчас такое они попробуют. Сейчас оно очень горячее. Смотри, там получается ложка столовая идет на килограмм. Килограмм продукта. Ну, у нас где-то ложки 2 выходит. В общем, консистенция такая, чтоб вы понимали. Больше как при тушении, чем при варке бульона. Когда просто варится бульон, он, можно сказать, все в нем плавает. А здесь больше так вот оно плотничком лежит. Будем так говорить. Да, да, да. Это больше как на тушение похоже. Сейчас зирвак, он тушится. Да. Больше он тушится, чем, конечно, варится. Есть еще одна прикольная штука. Зирвак. Зирвак варится у нас. Зира. Мы сейчас бросаем зиру в зирваке. Она варится в зирвак. Будет вывариваться. Сколько ты примерно ее бросаешь? У меня. Ну, вот я посмотрела, ты сейчас 2 чайные ложки уже положил. Да. Где-то так. Не полные. Если вот так вот, это будет 2 полные чайные ложки. 2 полные чайные ложки. Ага. Мы вымыли. У нас рис очень красивый, хороший. Глянь, какая красота. Салтусировался? Да, да. Очень хороший. Это настоящий узбекский рис. Рис, который не переваришь и который не доваришь. Мы его бросаем. Бросаем. Распределяем равномерно. У нас воды вообще нет. Оля, иди сюда. Оля, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Мы уже... Смотри, что мы делаем. Угу. Видишь? Мы засыпали рис. 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 Я понимаю, что что у нас мало водички. Водички мало. я не знаю. Я... Я бы побоялся. Смотри, если, например, ты говоришь, что оно должно еще разбухнуть. Правильно? Конечно. Льем, льем, смотри, льем, 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 не сделать дырочки. Это не должно перемешаться с тем, что там внутри, видишь, ну ладно, это пусть себе такой якорь торчит, у нас это, Моя, да, 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 оно сейчас начинает выдавливать потихоньку жир наверх, выдавливать в это, ну, все, вот сейчас мы ему даем, пусть оно парится, парится, так, барбарис, мы сейчас бросаем уже барбарис сверху, потому что мы про него чуть-чуть забыли, и, и, подожди, дело еще чуть-чуть, Мы сейчас добавим воды, он у нас чуть-чуть будет, но все равно его будем мешать. Все, 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 все нормально, я думаю, все будет хорошо. Совет старейшины никогда не помешает. Сейчас мы чеснок это тут тушим. Тереша говорит, я чеснок всегда выкидываю, я говорю, он говорит, я не пробовал, вкусный нет, очень вкусный чеснок. Я не знаю, я не знаю, никогда не пробовал чеснок, чеснок, с пола. Не, ну, очень вкусный. Да я ела его. Что ты с полуешь? Сейчас оно, надо, чтобы вобрало, чтобы ушла эта влага вся, ушла вниз. Ну, оно как бы не вниз, оно, это все, вот этот зирвак, это все, что варилось там, это будет вбираться, вбираться будет именно самим рисом. Сам рис это все уберет, и у нас останется рис, морковка, то есть мы сделаем, как бы, самое настоящее, самаркандское. Давай, вот она сейчас варится, видишь, верхнее все дело, вот это вот, его надо переворачивать, чтобы верхний слой, который у нас остыл, попал в подъезд. Вот это перемешивать потихонечку, но не цеплять больше, да? Не, 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 ни в коем случае это не перемешивая с морковкой, ни в коем случае. Сейчас, как-то, как-то, как-то переворачиваться. Там, ну ты это, смотри, сейчас начинаю выводить в горочку, нам надо это все дело вывести в горочку, которая будет посередине. Вот видишь, я убрал, и отсюда начинаю, влаги уже нету, она вон, 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 вон она, она, о, где-то, о, не зоно, она здесь, да, да, если все, все, пусть выпаривается. И все вот это вот к этому ведется к тому, что надо сделать посередине горочку, вот такую вот горочку сделать, потому что ну как бы это не пловница, обычный наш походный казан универсальный, в данной ситуации он у меня универсальный, тут варится и шурупа, тут варится и ухо, тут и картошка с мясом жарится с ребрышком, это все делается на костре. Ты говоришь, накрывать, не надо, постоянно переворачивать, вот, видишь, готовый рис вниз, этот вверх, вниз вверх, постоянно переворачивать, для того чтобы рис, он для того чтобы равномерно приготовился, чтоб ты не ел там, опыт у тебя, какой-то там, готовый, вот они готовы тут готовы тут не готовы и опять начинаем собирать его в горочку это все дело делается постоянно мы делаем горочку потому что я уже не вижу там вот я там за морковку захожу я не вижу уже как бы делаем ворочек такую горочку ну смотри туда там булькает слышно дарим вы слышно услышно булькать начинает открывают эти вот шахты и на булькать начинает мы этим всем пропариваем весь этот рис весь этот барбарис которым они ворами кинули вот они видишь зачем очень даже очень даже хорошо даже хорошо запах обалденный эти мы шахты закрываем только сверху аккуратно да да все это дело пропаривается сейчас сейчас в принципе рис готов мы что делать показываю последний раз выбираем полностью весь огонь с ним все огня нет и забываем минут на двадцать и забываем минут на двадцать смотри какая красота ай красота теперь смотри мы это дело начинаем все переворачивать ай красота и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все бывает? Да Оба А я пробую Мммм Да Кстати, рис такой еще я не ела Он такой вот длинный Это настоящий именно рис Действительно, я еще такой даже никогда и не покупала Нюансы, вкус какой-то А ну или определён Я не постарался Вкусно А то ведь можно А то ведь нужно Есть нужно